так значит давайте мы с вами вот с чего начнем для того чтобы упростить там работу я за рамками вебинара сделал следующее значит я немножечко подкорректировал те спецификации которые с которыми мы работали на предыдущих встречах и теперь у нас есть спецификация на стол деревянный круглый значит здесь идет выпуск внутреннего полуфабриката то есть все происходит внутри одной спецификации и 2 спецификация стол деревянный краг квадратный здесь у нас идет ссылки на связанную спецификацию то есть здесь у нас есть что-то что производится по другим спецификациям вот более того что я сделал еще что я сделал еще еще я делал весь производственный цикл значит два заказа на производство 20 21 эти заказы я полностью открутил то есть они доведены до момента все произведено и значит я закрыл период вот ну там я вносил изменения в принципе из-за этого она сейчас немножечко ругается вот но это не должно повлиять на наши задачи на всякий случай я заново закрытие запущу и я сформировал себе стоимость в результате давайте посмотрим как она выглядит значит чаще всего я использую вот этот вот отчет из раздела производства анализ себестоимости выпущенной продукции по организации значит поскольку я это делал сегодня я период поставил и давайте с вами посмотрим вот себестоимость по столу деревянному круглому и смотрите что произошло давайте сравним стол деревянный круглый у нас все включено все затраты внутри и здесь у нас по столу деревянному идет полный расчет отталкиваясь от исходных материалов все больше никаких сведений у нас в отчете нет если мы возьмем стол деревянный квадратный тут будет немножечко другая картина значит здесь будет только один материал участвовать в расчете себестоимости и два полуфабриката а расчет себестоимости полуфабрикатов вот но это надо смотреть отдельно значит на ту же самую столешницу там у нас будет отдельный расчет я не стал вываливать вам все чтобы это все был читаем вот 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 такие два два таких принципиальных отличия формирование отчета по себестоимости для двух вариантов ресурсной спецификации вот но это наша так сказать исходная . это наша исходная точка а теперь давайте поговорим о функционале плановой калькуляции начнем мы с вами вот с чего значит где она находится у нас есть в подразделе нормативно-справочная информация норматива производственных расходов и плановой калькуляции к нормативам производственных расходов мы с вами тоже еще придем давайте мы создадим с вами какую плановую калькуляцию значит подразделение диспетчер нас тоже самое цех номер 99 ну это не совсем логично но мне просто удобно для отработки каких-то примеров чтобы не гадать какой там цех какой заказ у меня все цеха одновременно являются и диспетчерами ну понятно что в реальной жизни так не происходит но здесь это такое допустимое допустимое отклонение давайте это так назовем и так значит мы можем просчитать плановую калькуляцию по ресурсной спецификации или взять заказ на производство мы с вами оттолкнемся от ресурсной спецификации укажем орион и вот следующая настройка она требует определенного объяснения значит у нас от нас требует указать вид цены материалов значит напоминаю вам что в принципе в разделе производства у нас существует так называемая плановая цена вот в принципе логично конечно использовать именно ее но в явном виде давайте мы с вами выберем любую в явном виде программа не требует чтобы у цены которую вы будете использовать были какие-то такие специфические настройки установлены вы можете использовать любую цену при расчете ну давайте мы все таки с вами чтобы не путаться оттолкнемся от плановой цены добавим номенклатуру стол деревянный круглый количество 10 штук и попробуем провести вот эту самую плановую калькуляцию обратите внимание программа показывает что ведется какой-то расчет и мне она вполне прогнозируемо выдает что калькуляцию рассчитана с ошибками и вот здесь очень часто у многих возникает такое ощущение что вы бьетесь головой об стену потому что плановая калькуляция штука достаточно капризная и вот это вот а у меня не провелось у меня там ничего не рассчиталось это мне приходится слышать достаточно часто от пользователей и в общем то от пользователей даже достаточно умелых ну вот к сожалению в 1s erp есть вот такие вот тонкие места где программа очень капризничает вот мы как раз с вами добрали до такого места давайте разбираться ну и смотрите нам совершенно явно говорят что у нас нету цен на вот эти вот материалы значит сразу хочу сказать что плановая калькуляция когда ведет расчет она учитывает как эти цены на материалы так и расценки на работы в том случае если работы включены в ресурсную спецификацию значит то что касается наценок на работы вот этот вот функционал он у нас останется как бы за скобками мы только с материалами работать связано с тем что это довольно такой специфичные функционал который требует задействования модуля кадров модуля зарплаты вот причем знания каких-то элементарных моментов работы с этими модулями это необходимость если вы будете сдавать экзамен на консультанта по производству вот но мы еще будем еще это сделать мы точно с вами уложимся поэтому если у кого то есть в этом потребность в принципе можем отдельный вебинар сделать именно по учете учета выработки но и затронуть там момент связаны с плановой калькуляции пока мы выработку с вами смотреть не будет значит и так причины вот это капризности мы с вами выяснили давайте попытаемся эту причину закрыть для этого нам надо указать цены напоминаю вам мы закупали и лак мебельный и древесину по тысячи рублей за куб и за литр но адекватность этих цен мы обсуждать с вами не будем значит давайте мы с вами предположим что ну по плану у нас девятьсот стоит установим соответствующую цену значит плановая цена которая используется в расчете это обычная цена из нашего общего справочника продажных цен то есть мы можем выбрать любую значит нас будет интересовать плановая давайте мы с вами установим цену отбор номенклатуры значит давайте вот я перешел на прайс-лист я меняю отбор давайте я попробую проще наверно добавить вот древесина и добавить лак мебельных вот там окей так стоп немножечко не так я еще колонки прайс-листа уберу значит я только плановую возьму вот так вот ну как вы видите ничего не установлено давайте я вот тут поставлю девятьсот пятьдесят и девятьсот пятьдесят чтобы было немножечко по-другому вот так значит на дату двадцать четвертая давайте ну вообще в современных версиях уже такой ошибки не возникает но я на всякий случай сдвину на вчера установку вот этих цен а лучше вообще на начало месяца записать и провести кстати говоря имейте ввиду много ошибок именно из-за этого записать цены не в стопят в силу это для процесса согласования нужно так ну все вот установили и давайте я это закрывать пока не буду и перейду на плановую калькуляцию и попробую ее пересчитать ну опять ошибки давайте посмотрим ну вы видите что здесь у нас требуется чтобы вот эти вот промежуточные как-то тоже были учтены ну давайте значит ножка царга основания столешница давайте я на них тоже цену какую-то задам так столешница ножка царга основания стола ну на самом деле вот ну давайте сейчас сделаю так значит ну давайте я тут поставлю что-нибудь вот так вот на ножку 50 здесь на все не совсем то что в реальности получается ну давайте сделаем вот ну вроде бы все установили давайте еще раз попробуем провести плановую калькуляцию ну видите теперь все нормально плановая калькуляция у нас рассчиталась значит что это нам дает мы можем посмотреть плановую себестоимость продукции ну и видите каким образом она сложилась значит здесь есть один интересный момент который у вас может быть в может вызвать вопросы если вы присмотритесь вы увидите что на самом деле у нас вот это вот плановая калькуляция сформировалась только по цене вот этих двух позиций древесина и лак мебельный почему так происходит вы видите что у нас здесь вот по всем остальным идут вот такие вот корректировки плюс минус плюс минус из-за чего это происходит такое происходит в том случае если у нас в спецификации используется вот эти вот внутренние полуфабрикаты то есть идет вот этот вот побочный или промежуточный выпуск значит вот эти вот полуфабрикаты ресурсной спецификации они реально появляются на складе на какое-то время они имеют себестоимость но себестоимость у них ровно та которую я вот сейчас задал при формировании плановой калькуляции при формировании вот этой плановой цены но значит это и себестоимость временная почему потому что после того как они входят в состав готовой продукции она сторнируется да то есть она она исчезает и работает только плановая себестоимость только нормальная расчетная себестоимость которая отталкивается от цены на материал ну вот это вот это вот сторнирование это особенность того что вы видели в ресурсной спецификации ну хорошо это то что касается круглого стола давайте вернемся к плановой калькуляции значит что у нас здесь ну протокол расчета это в общем-то аналог того что вы видели по гиперссылки здесь и я еще одно один момент вам покажу я не буду сюда переходить в отчет движения документа вы просто запомните что плановая калькуляция есть движение я к этому моменту еще вернусь на счетом с этим надо делать что нам дает вот это вот плановая калькуляция естественно если у нас есть плановая плановая калькуляция у нас есть план фактный анализ но прежде чем мы это будем делать давайте я попробую еще одну плановую калькуляцию создать посмотрим как это будет работать не скопирую просто не для круглого стола а для квадратного там по-другому все сразу без проблем смотрим отчет плановая себестоимость ну вот смотрите как это будет выглядеть данном случае в данном случае у нас идет полный анализ то есть у нас идет раскручивание цены вы видите реальные цены по которым формировалась формировался полуфабрикат и вы можете определить на каком этапе сколько вы потратили значит что здесь еще есть какой есть подводный камешек на которым вы можете наткнуться при формировании плановой калькуляции иметь это пожалуйста ввиду так давайте взгляну что вы там пишете минус в расчете давайте так скажем виктор минус в расчете итоговой стоимости но она на самом деле вот это вот минус он и при расчете себестоимости ведет из excel из excel из excel значит давайте сразу пока не ушел вот пожалуйста загружать то не дает можно загрузить из excel безусловно так значит я вам просто напоминаю давайте я открою ресурсную спецификацию да у нас бывает еще такая ситуация когда мы нас нету не внутреннего полуфабриката у нас нет ссылки на другую спецификацию у нас стоит обеспечивать кто был на предыдущих моих вебинарах связанных с полуфабрикатами да вы должны помнить я вам говорил что в этом случае как бы работает толкающая не тянущая система планирования и сколько там и вот выпуск этих столешниц оснований мы должны сделать отдельно то есть на их выпуск у нас будет заказ на производство и вот здесь проблема в чем здесь проблема в том что вот на обычный стол деревянный мы нормально адекватную ресурсную спецификацию просто-напросто не получим вот смотрите когда мы смотрим плановую спецификацию с внутренним полуфабрикатом мы видим сторонирование когда мы смотрим плановую калькуляцию ссылками на другие спецификации мы видим вот такой полный расчет а что будет если мы создадим плановую калькуляцию то есть это тут тоже круглый хорошо сейчас что будет если мы создадим плановую калькуляцию используя вот это вот спецификация без явных полуфабрикатов дать попробую она рассчиталась но видите здесь не очень адекватная себестоимость здесь себестоимость внутреннего полуфабриката то есть та которую я задавал ручками при формировании ну насколько она правильно это можно спорить вопрос в том что материалы которые использовались производства стола стали столешницы и каркас вот они здесь учитываться будут вот поэтому поэтому в ряде случаев я вообще рекомендовал делать дубле спецификации ну вот смотрите я думаю что все вы согласитесь что самая адекватная самая говорящая для нас плановая калькуляция это вот это та которая со ссылками на полуфабрикаты согласны значит вот смотрите и ситуация какая да согласна значит ситуация какая если у нас внутренние полуфабрикаты спецификации плановая калькуляция она покажет вам плановую стоимость вот этих вот полуфабрикатов но она их старые старнирует если у вас со ссылками на другую спецификацию то она проведет полный расчет по связанным спецификациям и тогда вы получите самоговорящий вариант а если у вас идет ссылка на полуфабрикат как на материал то есть там написано с написано обеспечивать то в этом случае вы не получите вот этого полного расчета не в скрытом варианте не в развернутом варианте поэтому вне зависимости от того какой вы используете ресурсную спецификацию в оперативных целях то есть для непосредственно для планирования производства возможно вам для того чтобы создать красивую плановую калькуляцию вам стоит сделать дубль ресурсной спецификации но оформить ее со ссылками на ресурсной спецификации на полуфабрикаты тогда вы действительно получи вот такую вот картину красиво так ладно давайте что-то мы ушли в детали давайте я сейчас все закрываю пойдем блок производства пойдем блок производства отчета по производству и давайте посмотрим у нас помимо анализа себестоимости выпущенной продукции есть еще несколько отчетов там где написано плановое и фактическое себестоимость давайте посмотрим значит сразу же чтобы не так рион так данной по себестоимости но бокс ним продукция такая в общем то давайте что ну вот смотрите вот они материальный план факт сравнение значит какой еще у нас есть отчет плановая себестоимость но по сути дела у у нас здесь давайте вот так вот период странно задается начало вчерашнего дня ну давайте сформируем так но это мы куда то не туда ушли давайте посмотрим плановая калькуляция так так ну вот смотрите по сути дела это визуализация того что уже вы видели непосредственно по плановой калькуляции так что у нас еще плановые фактически затраты переделав давайте посмотрим то же самое стол деревянный квадратный так не совсем понятно так секунду стол деревянный круглый так но не прокомментирую к сожалению видим какой-то сбой уже прошел в данной версии и еще у нас есть вот такой вот отчет здесь ничего не показано потому что мы никаких данных пока не увели здесь речь идет о нормативах производственных расходов так значит смотрите теперь давайте мы все таки с вами продвинемся чуть дальше в плановой калькуляции разберем моменты связанные с нормативами производственных расходов ну у меня на самом деле заказано производство не закрытое значит и факт по материалам он должен видеть факт по материалам он должен видеть без закрытия месяца но на самом деле там несколько хитрее и ну есть определенная регламентная операция которую программа делает в фоне поэтому когда я сейчас пример формировал на самом деле факт виден не был то есть мне все таки закрыть период пришлось значит бывает так вот особенно для работ что без закрытия периода выполнения всех операций по выработке программа не показывает ценовые показатели показывают только количество такое тоже бывает значит ну давайте все таки перейдем к нормативам если делать пищи нет там немножечко по другому к сожалению тут вот такой вот накладки как вы видите не получится она будет определять автоматом так ладно значит давайте по нормативам и первое что я хочу вам сказать вот по нормативам производственных расходов значит смотрите плановая калькуляция напоминаю она создает движение если вы возьмете нормативы производственных расходов вы увидите что даже отчетов по ним так установлены так ну давайте тогда наверное что-то установим значит деба базе значит деба базе так а может да нет деба базе просто этого не делал никто так значит давайте мы попробуем с вами установить какой-то норматив но для установки норматива производственных расходов нам потребуется что нам потребуется так раз задали вопрос давайте вернемся к этому значит смотрите при при давайте может здесь вам удастся это показать нет не удастся к сожалению нет здесь перестали в явном виде показывать значит смотрите когда у нас формируется план факт вот именно отчет по плану факту программа период естественно ту калькуляцию которая используется при производстве иначе смысл сравнивать ту спецификацию которая используется при производстве иначе смысл сравнивать плановое с фактически вот то есть здесь сожалению без вариантов дубль вы можете сделать для того чтобы более детально представить себе вот эту вот структуру себестоимости ну и пардон вот так значит ну давайте перейдем к нормативам значит для того чтобы мы могли использовать какие-либо нормативы нам нужно создать какие-то статьи расходов статьи расходов у нас создаются в разделе финансовые результаты контроллинг статья расходов значит но тут много чего есть давайте мы создадим свое значит у нас статья будет называться электроэнергия значит естественно нам потребуется производственные расходы значит будет отображаться на производственных затратах распределяться по правилам мы не будем мудрить да по материальным затратам ну давайте посмотрим что это такое вот ну формирование статейных расходов производства но это тоже отдельная тема достаточно большая тоже можем поэтому по этой теме замутить сделать отдельный вебинар ну вы видите что у нас распределяется на партию то есть на выпуск не на другие статьи распределяется по единой базе на текущее подразделение и между партиями пропорционально стоимости материалов пускай так в принципе какая нам разница вот значит по правилам распределения можем отдельно поговорить значит вы про учете то же самое расходы у нас будут пускай постоянные статья о калькуляции а вот так вот возьмем статья о калькуляции это вещь достаточно условная она нужна нам только для того чтобы структурировать отчет по себестоимости так ну пускай это будет в разрезе подразделения хотя аналитику у нас будет необязательный вот все в принципе больше ничего не нужно давайте запишем так так у нас еще вот это потребуется ну давайте так т 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 ну не будем умудрить не буду искать так записать и закрыть так и мы теперь теперь можем с вами задать норматив значит период установки ну давайте будем сентябрь по организации орион установить так так создать подразделение подразделение цех 99 организация орион действует с 1.09 и до упора соответственно вот здесь мы тоже поставим 1.09 значит переменные расходы постоянные расходы мы задаем на разных закладочках так давай посмотрю на разных закладочках добавляем смотрим статью расходов электроэнергия тут фильтра будет работать база распределения сумма материальных затрат значит почему в долларах у нас это валюта управленческого учета так сумма материальных затрат ну давайте у нас будет тысяча на тысячу будем нормировать так и норматив ну давайте вот так вот возьмем то есть у нас на каждый доллар затрат будет пол доллара энергоресурсов так бы много ну что поделать давайте запишем и обратите внимание у нормативов производственных расходов нету проведения они не делают движения по регистрам они просто задают величину вот этого показателя не более того а вот теперь давайте пойдем в плановую калькуляцию и попробуем ее перепровести и смотрим отсчет смотрите у нас появились постатейные расходы электроэнергия соответственно нас должны быть четко установлены вот эти вот нормативы производственных расходов до того момента пока вы будете создавать и проводить плановые калькуляции иначе они туда не попадут кроме того при создании вот этих вот нормативов обращайте пожалуйста внимание на то как выглядят вот эти вот аналитики давайте я открою норматив то есть вот эти вот аналитики организация подразделения они естественно должны быть аналогичными иначе все может не попасть вот ну и естественно это все должно находиться во периоде в котором происходит вот это самое действие значит что мне еще хотелось бы сказать понятно что ну давайте попробуем посмотрим поменяется ли что-либо здесь смотрю особо не меняется а ну да вот это мы должны посмотреть так но у нас нету фактических нормативов поэтому значит она сейчас у нас не сформируется значит точно так же будет происходить сравнение плана и факта в случае если у нас используются данные нормативы кроме того я хотел бы обратить ваше внимание уж скоро мы стали с вами говорить по себестоимости еще на одном моменте значит немножечко мы с вами уйдем в сторону сейчас так ну давайте пока я в сторону не ушел значит переменные расходы переменные расходы ну пять часов на выпуск единицы изделия значит смотрите давайте вернемся к нормативу посмотрим значит мы с вами задали только постоянные расходы точно так же мы можем задавать и переменные расходы по сути дела здесь будет задаваться тот же самый норматив вот это вот деление по функционалу вот эти закладки они не так сильно отличаются вот это скорее для удобства вот соответственно соответственно здесь надо брать в качестве базы распределения количества материалов скажем мы возьмем сто штук и здесь когда вы задаете норматив вы будете указывать вот эту самую стоимость киловатт часа который придется на одну штуку то есть по сути дела вопрос сводится к другому нормативному распределению понятно значит смотрите что я хотел вам еще показать значит у нас при оценке себестоимости классически используются какие отчеты значит вы сможете увидеть себестоимость в отчете валовая прибыль но там другое там себестоимость продажи то есть по сути дела та себестоимость которую нам нужно просчитать для того чтобы понять сколько мы заработали на данной коммерческой операции все но здесь вот в отчетах по финансовому результату есть два вот таких интересных отчета ведомость по партиям товаров предприятия и себестоимость товаров организации показывают они в принципе одно и то же разница состоит в чем во первых ведомость по партиям формируется в валюте управленческого учета и может быть как с НДС так и без НДС себестоимость в валюте регламентированного учета в валюте регламентированного учета ну точнее говоря это стоит как базовая такая настройка да по желанию можно в упроучет и вот это вот себестоимость она всегда будет без НДС причем есть еще один интересный момент еще один интересный момент так ну Михаил я думаю я на ваш вопрос ответил если что-то непонятно напишите тогда я еще раз значит но есть еще одна 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 интересная разница значит она проявляется как давайте посмотрим с вами колонки которые здесь можно вывести ну классически это конечно там будет просто приход расход да что количество себестоимости на начало количество себестоимости в плюс количество себестоимости на конец ну можем расшифровать себестоимость на собственно стоимость поступления и дополнительные расходы это в Almighty Себестоимость товаров организации дает более широкий спектр сведений о структуре себестоимости. Здесь вы можете увидеть не только стоимость и доп. расходы, здесь вы видите практически всю ту расшифровку, которую вы видели в анализе себестоимости продукции. То есть можно увидеть отдельно трудозатраты, можно увидеть отдельно постоянные, отдельно переменные расходы. То есть сведения, которые дают два этих отчета, она немножечко различная и в том случае, если вас интересует себестоимость продукции, лучше, конечно, использовать вот этот отчет. У нас уже, я так понимаю, время. Спасибо. Рад был вас всех слышать. Редактор субтитров А.Семкин